Добрый день дорогие друзья, с вами развлекательный канал S&G. Меня зовут Александр и мы продолжаем проходить GTA 4. Ну что Нико, поехали снова к Михаилу Фаустину за очередной работой. Так, что у нас здесь, мотоцикл возьмем. Эту машинку я не хочу пока трогать, побережем ее до лучших времен. Роман звонит, Роман точнее. Ну понятно, дополнительный заработок. Теперь можно организовать для себя. Кстати, может быть этим и займемся, машинки поугоняем различные для Брюси. Ну для этого нужно будет зайти в интернет-кафе и проверить почту. Так, что у меня по оружию, кстати говоря. Давайте в Владивосток ФМ, да. Здравствуйте. Наверняка этот дядька, который здесь сидит в будке, уже запомнил нас. Зашибись. И что, нормально все? Полиции пофиг на это. Ну что, я рад за них. Блин, пятна крови. Остались Нико вообще, хоть бы хны. Железный человек. Ну что ж ты материшься-то, друг? Подставляешь меня. Придется ставить отметку 18+. Ну, да. Микай decidит сюда. Нет, он и за мной. Хорошо. Я хочу ждать в автобус? Нет, нет, вон вон. О, спасибо. Добро пожаловать. Сидите. Спасибо. Хотите чай? Конечно. Михаил не позволяет мне использовать это больше. Он говорит, что делает нас выглядеть как барбаристы, нециvilized, как иммигранты. О, да? Я знаю, что ты думаешь. Я думаю, что это немного смешно от него. Он не был так. Когда мы молодцы, в доме. Он был красивый. Он был счастлив. Он сделал мне счастлив. Но... что-то изменилось. В год назад. Я никогда не знал, что это было. Я не знал. Я не знал, что это было. Это было так много лет. Я не знал, что это было. Я не видел его. Или я его изменился. В жизни сложной. Я никогда не знал, что я живу так. Нет. Когда война пришла, я делала плохие вещи. И после войны, я не думал о плохих вещах. Я убил людей, убил людей, убил людей. И вы не беспокоились о своей души? После вы идете в городе и вы увидите 50 детей, все сидят в росте в росте, и все сидят в росте в росте, и все с их ростом, и их руки убили. Вы понимаете, что кратер, который мог бы сделать это, не имеет души. Бог очень сложный. Вы не должны отдать надежды. Ну, я не знаю о том. Что это? Я тебе скажу одну вещь, и ты меня не обманешь? Ты дуракая б***ь! Никол Белик, милый. Доброе утро. Да, ты тоже. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы вы научились, чтобы слушать. Ты хочешь, чтобы он получил нам деньги? Дорогу деньги. Михаил, пожалуйста, calm down. Мы уже в большинстве проблем. Я не знаю, если я могу снять все это с Петровик. Дорогу, иди ты. Кто ты, мой дед? Дорогу от моего дома. Михаил... Дорогу! Дорогу от моего дома. Что ты хочешь? Этот парень у меня денег. Уважает гараж в Чейс-Поинт. Я хочу, чтобы вы купите машину и отправите его. Позвольте мне, когда вы приезжаете машину. Это в Шоткаре Монтокавелье. Позвольте. Позвольте. Ну что ж. Задача проста и понятна. Доставить грузовик в нужное место. Но... Зря. 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 Михаил Фаустин не слушает своего друга. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да что ж я... Что со мной? Друга и товарища, и партнера. Жаль, что он не слушает. И, похоже, немножечко уже... Не знаю, годы ли влияют на него, либо жизнь такая, но... Рассудок теряет потихонечку-потихонечку, но видно по нему. Становится неуравновешенным. От этого страдает и его семья, в лице жены. Ну... Дочь, видимо, отдельно уже живет. Но, тем не менее... Явно, что... С Михаилом Фаустином что-то не так. Но Нико... Это не касается. Он выполняет свою работу, он зарабатывает деньги. И очередное поручение готов выполнить. Тихо-тихо-тихо-тихо. Готов выполнить. Главное не упасть опять с... Двухколесного монстра. Так. Далеко вообще, а? А, нет, вот уже рядом. Уже приехали. Вот он, грузовик. Интересно, что там. Наверняка грузовик сюрпризом, но... Да сними ты шлем, а. Грязный какой-то. Отзвонимся. Я имею в виду. Драйвай его в гараж, на стороне Куантанамо и вентиля. Парк вверх вверх. Конечно. Что я дарю? Когда он вверх. Фигурь их эксплуатизм. Вы должны отзываться хорошо. Может быть, ты будешь осторожен, чтобы ездить вверх. Это довольно волатильный. Эксплуатизм? Ну что ж, друзья. Я, как и говорил, грузовик сюрпризом. А как иначе, по словам Михаила, было уже понятно, что не просто так мы грузовик везем. Туда, куда он сказал. Ё-моё, друг, что ты делаешь? Ты знаешь, что у меня взрывчат ко мне? Что любое столкновение может печально обернуться как для тебя, так и для меня. Очень-очень нравится мне гонять по ночному Либерти Сити. Очень красиво здесь, конечно. Я просто не представляю, что будет в пятой части. Надеюсь, что она оправдает ожидания. И будет, по крайней мере, не хуже четвертой. Ну и до неё, которые были третьи. Vice City, San Andreas и так далее. Но понятно, что графика будет лучше, физика будет лучше. Жаль, что, конечно, на персональный компьютер всё-таки она не выходит, скорее всего. Но, по крайней мере, пока. Первый релиз будет всё-таки на консолях. Xbox и PlayStation. Но будем ждать его и на ПК. Говорю тем, у кого нет консолей. Так, тут пробочка небольшая. Давайте-ка. Немножечко понаглеим тут. Тихо. Ну давай. Молодец. 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 Все. Парайст оплачен. Пять долларов опять. Вот деньги гребут, а. У нас в городе, если бы такое было, я не знаю бы вообще. Если в район в другой район едешь, да, и при переезде платишь. Роман, ё-моё. Нико, это Роман, мы должны идти и разобраться вместе Роман, я слишком страшный, чтобы двигать трюк, full of explosives, around the city for Mikael Faust Он из-за контроля В любом случае, я извиняюсь, но если я разобраться вместе с тобой, и тогда двигать эту вещь, я обязательно разобраться Я увидел тебя позже, праздник Ну, это и понятно Мы все время заняты, все время за опасной и трудоемкой работой Ну, давайте, рассасывайтесь уже, блин Вроде ночи, а пробки Там кто-то вообще мне вплотную подъехал Рисковый парень Не будем торопиться Вот здесь можно уже объехать, на самом деле Можно немножечко понаглеть Давай, я поворачиваю, блин Такси, стоять, блин Так, идеально Ни хрена не видно из-за деревьев здесь Но, тем не менее, я Пока что вообще без повреждений Виду этот грузовик И мы на месте, кстати Дядь, ты бы отошел лучше отсюда Хотя, может, это тот как раз чувак, который Задолжал денег Михаилу Так что ничего лучше ему не говорить Чтобы не испортить ничего Я думал, мне самому надо будет выходить Но нет, Нико сам все сделал Сейчас будет бум Взрыв всегда добавляет эпичности Да еще и такой Так, нужно аккуратно отсюда свалить Ну что ж, и из этого разговора Пострадавшего А мы узнали, что и это заведение Которое мы подорвали Принадлежит Петровичу Петровичу, Петровичу Как его тут называют Петровик Петровик Петровику, короче Так, и что Куда нам можно съездить Как ни странно Нет отметок на карте Так что мы свободные птицы Ну что ж Меню Контакты Роман Погнали-ка В шоу посмотрим Если ты не занят Здраво Ты хочешь присоединиться в шоу? Конечно, козыня, я бы хотел Попробуй меня в следующей часе Я буду с тобой скоро, Роман Так Ну что, отправляемся к Роману Посмотрим шоу Блин Только нужно, наверное, на такси Как мне кажется Есть тут такси рядом? Вон там вот По встречке Отлично вообще Стой Стой, говорю Так, шлюху не будем снимать? Не будем снимать шлюху Так Давай Отличная парковка Роман, Роман Роман, точнее Он так и будет стоять здесь Потому что я жизнь загородил Ему путь 37 долларов Офигеть, она берет Так, нужно машину найти Так, брателло, подожди Сейчас найдем машину Что ее, собственно, искать-то? Ну-ка, выходи, дядь На глазах, кстати, у брата Это все сделали Он тут рядом стоял Ну да ничего Он, наверное, уже привык Простите, ребят Так, где? Кабаре Кабаре Цвет за бабки А, это покраска Нам в кабаре же Роман Я не знаю, что ты такой раделый Я не знаю 、 футбол Я на это Роман Месяц Это фастфуд Эти черепи Танец Дец Рис Меси Рассказм Меси Здесь Тут Заказм Моста 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 К dream Моста Да Моста Моста Безуси Они останутся на дороге, как каждый другой человек. Я инноватер, Нико. Я двигаюсь на дороге. Оп-рога, baby! Каждый движ я делаю, я буду вернуться к нам. Я буду вернуться к нам пару раз. Конечно, один день я собираюсь найти его кратко. Если вы счастливы, я могу привести тебя к мне. Скажи, Роман, почему ты не был таким оптимистом? В старом стране, единственное, что ты мог бы считать была бомбой на вашей комнате в ночной ночи. Здесь что-то возможно, это земля для возможностей. Они должны поставить что-то в воду, потому что все, что я чувствую, это просто оптимизм. Я буду начинать пить из тапа, Дэд. Где вход-то здесь? Роман, где вход здесь, а? А, вот же вход, ё-моё. Сядьте за столик и наблюдайте. Ну, погнали. Тут занято. Девушка сидит. А, нет, это парень, по-моему. Непонятно. Ну, давайте посмотрим. Невероятный клейман. Ну-ка. Я очаровательная партнерша. Я постоянно спрашиваю. Клайнман, когда вы обнаружили, что вы были магией? Вы использовали ваши силы для хорошего? Как сделать пациентов к пациентам, или патриотных патриотов, вспомнить? Один человек даже спросил, Девушки отдыхают. Arise! 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 Yes, there! There! Higher! Higher! Lower! Higher! Lower! Ah, yes, I can make this filthy woman fall under my dominion! Overrise! Yes! Hey, shit! Oh, you're a quadriplegic! Don't worry, everybody! She's probably only paraplegic! Now let's hear it for Miss Bluesy St. John! Welcome. Welcome to Mama's Little Show. Yeah. Yeah, play it, Al. Play it. Al's a fine piano player. Pre-recorded because his union got a little mouthy and greedy, so we sing to his CD now. But I still feel like he's here in spirit. I have a little song I want to share with you. It's about something that's happened to us all. No, no, I'm not talking about getting sandwiched by two Lebanese train porters in the caboose. No, I'm talking about losing your baby. You know, they get picked up by a stranger on the way to go to school, and then you grab a bottle of gin down from the dusty cupboard where you put it, and you wake up in the sterile belly of a spaceship, and a man comes over and looks like your father. And you realize that day your dad disappeared. He didn't leave your mom for the fat bitch at the gas station. He was abducted. And your captives put you down in a farm field late at night somewhere in Iowa, and they painted patterns in the corn. And the crickets are singing, and the cows baying in the distance, and your backside heard something fierce from the probate. Whoo! And the Holy Ghost is there, too. Man, the Lord has a ghost. And there's a girl on the swing set, and you go push her off the swing. And you know what? We're all that little girl sometimes. Sometimes life pushes you off the swing. Or makes you a little girl. Even when you're a little boy. Well, that's all I've got time for tonight. I love you all. Thank you so much. Good night. I don't understand. Miss Blues and Sam John. What a shame. What a shame. What a shame. What a shame. If I hadn't been afraid of my life, your Russian gangster friends are scary. Let us go, my cousin. Take me home. What a shame. What a shame. Well, I'm not sure. I think there are still numbers. здесь не только же два этих гардероб здесь так ну да ладно ой извиняюсь секьюрити могли сейчас нас тут и опрокинуть ладно погнали домой брат первый номер мне понравился а второй я не понял а ты роман что молчишь встал после рабочего дня и мы его опять на работу кстати давай покедово а мы домой бомжал поедем и ляжем спать и отдохнем о тихо чего себе заносит эту тачку а просто жесть так влезет она сюда длинная машина опа длинная машинка поцарапал сразу две своих машины надо же умудриться так да я моя роман в боулинге значит но в боулинге так в боулинге ну что теперь есть варианты поработать на брюсе адр это дмитрий похоже и от него сообщение надо поговорить встретимся на мостках firefly island твой друг дмитрий так ну видимо там с михаилом уже беда полная происходит уже скрытно от него дмитрий назначает встречу но с этим всем разберемся тогда уже в следующей серии ребят всем спасибо за просмотр не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии всем спасибо всем пока